доброе утро дорогие друзья ну что опять долгожданная встреча лёшек на один денечек приехал завтракает лишь лёшик а что ты там кушаешь расскажи нам а я еще не знаю вот пирожок какой-то аленка приготовила да друзья это все тот знаменитый тыквенный пирог который вы уже все испекли еще раз покажу вам его на разрезе я уже два кусочка слямзила я только сейчас буду потому что у меня была утренняя прогулка до алёшек прогулялся сейчас я вам покажу зачем и конечно же сегодня будет большая распаковка только не пряжи друзья у нас теперь распаковка пил всего там буров да а вот наш специально подгадал чтобы получить это чтобы привезли к тому моменту когда вот такой ты заботливый чтобы ходить таскать до заказа заказывал в москве через озон но на наш пункт выдачи и вот на тот день когда лёшенька будет здесь в общем но это не важно так убери убери от некоторым не нравится это так что хочу сказать здесь значит цепная пила и бурда лёша цепная пила нам нужно для того чтобы распилить сарайчик не только для этого ну и она вообще как бы в доме нужна да и бур чтобы но самостоятельно пробурить дырки или как сказать отверстия или ямки под свои под свои для нашей будущей терраски в общем мы уже готовимся а также этим буром можно ломочки делать под саженцы всевозможное от деревьев и вот что еще хочу рассказать у нас со вчерашнего дня нету воды в общем это прямо беда какая-то сейчас лёшек встретил акции старые просто вот и все да сейчас лёшек встретил соседку в общем познакомились и спросил у нее она уже звонила в водоканал я так понимаю ну прорвало где-то авария на трассе короче прорвало трубы где-то теплотрассу прорвало но как всегда у нас зима приходит нежданно-негаданно естественно летом все отдыхали а теперь начинаем работать вот меня спасает наш 90 литровый бак уже там но я не знаю ведра 3 осталось и все так что вот такие вот дела не постирать посуду мою вон грею вот здесь вот у меня такая кастрюлька и мою посуду в общем сейчас позавтракаем и распакуем покажем вам эти пилы лёшек может быть что-то расскажет но я смотрю меня смотрят даже мужчинки которые интересно то что я здесь лёшиком вытворяем в общем покажем расскажем о ценах так что не отключайтесь я пока покажу вам то что я связала лёшик уже вчера мне привез мою любимую дублен очку может быть покажусь и вам в кадре как теперь этот наборчик смотрится уже вот с этим пальто вот такой вот ворот похож на шапку я кстати примеряла как шапку я же люблю трансформеры может быть я здесь открыт открытыми петельки оставлю ну продену свяжу гибкий шнур так как мы с вами вязали коврики только естественно из тонкой пряжи свяжу продену через эти петельки и будет у меня трансформер можно носить как ворот затянул и вот вам шапочка смотрите какое решение я нашла здесь же несколько клубочков и все они болтаются в общем неудобно когда несколько клубочков сидите они все раскатываются ой да тут уже совсем он маленький в общем да вижу все что тут есть может быть даже и на этом вот остановлюсь вот просто в пакет присылал мне раньше ньюшик товары на обзор вот и вот такой мешочек от обуви видите как сложила туда клубочки тяну они все в одном месте ниточка тянется ничего не пачкается и очень удобно вязать так что вот вчера я вечером занималась этой работой снуд воротника может быть даже будет и шапочка давайте пока покажу вам сейчас наверное надо включить свет вот ну как-то было видео с этой дубленочкой это лёшика подарок на новый год в какой-то год мне я уже не помню сколько лет этой дубленки покупали на алиэкспресс сейчас я боюсь заказывать на алиэкспресс что-либо люди жалуются либо вообще не доходит либо долго идет вот эта шапочка по моему ну очень хорошо с этим воротничку будет гармонировать с этим пальто вот ну постараюсь вам показать на себе а там раздолье да все любят коробочки так алешек бур купил торнадика на их торнадиха или как там она правильно торнадика вот у нас уже грабли торнадика потом от сорняков две штуки которыми я практически не пользовалась ой грабли виллы виллы ну мне тоже понравилось ну вот видишь может быть к тому моменту когда ты пользовался уже земля подсохла у меня слишком липло так любители погрызть вот ну и сейчас покажу название пилы конечно в действии не сможем вам показать только весной витязь лишь а витязь у нас же и триммер витязь да или нет а ставр я ставлю витязь для меня как-то созвучно так пила цепная электрическая вот видеть ну сейчас лежит придет расскажет немножко об этой тут все понятно так только на такие когда я покупала здесь такие были одевались для рук чтобы не скользила здесь не положили нам для рук я вижу рулет накладочек нет придется что-то делать либо обматывать чем ладно придумаю или снимем с той штуки которая сорняки удаляет я ею не пользуюсь практически вот там были такие штучки очень удобные для того чтобы рука не скользила вот наша кошачья банда шпунки здесь интересно с этим ящичком вот пуся пришла посмотреть манька там уселся кушать и маруська рядышком тоже лежит интересно да ребята как интересно толстое железо да там наверно сколько 33 миллиметра или больше даже это за . что туповато ты хочешь собрать чтобы уже было готово так что вот потихонечку готовимся к сезону к весне она там легко собирается вообще хороший инструмент этот торнадика молодцы ребята наши брянскому пускай да ну вот тем более радостнее поддержим российского производителя уже поддержали а тут у меня кошачья банда все собрались еще один ящичек осталось разобрать да мне кажется вот это между не ой какой он длиннющий ну лен полтора метра метр сорок можно делать только я не понимаю как метр сорок а вот эти болтики это же не будут входить нет чего но он будет в землю входят но а болтики вот эти вот крепления как а что тебе болтики вместе с болтами в земли в земли в земли до солнышко вот видишь бурить то будет вот эта часть 20 сантиметров то есть ты буришь земля уходит его вот диаметр вот это вот в земле не будет идти просто в воздухе висеть понятно пробурил вытащил немножко пробурил вытащил ой лёшик намучаемся и чувство не светим нет смотри аккуратно шпулька там носится шпуля уйди оттуда уйди ну посмотрим вообще земля у нас здесь хорошая мягкая не глина чернозем я говорю на руле на этом видишь нету накладок для рук снимем их с этой или изолентой замотаем хотя мы продаются отдельно можно и даже купить я не знаю правда сколько они стоят ну вот такая вот конструкция уху получилось да да в общем я пока смутно понимаю друзья как это будет на самом деле но мандалу мы эту собрали ну я ее не занял не до конца конечно елена ванна даже сегодня я могу вам показать пробурить немножко даже в каком городе землю да да она не такая мерзлая пошли чеснок сажать вот как раз не под чеснок лунки понаделаем я серьезно нет нормально посадили чеснока так что я уже спокойно замечательно я доволен качество меня устраивает мы посмотрим как в действии конечно же покажем так все я посмотрел теперь нужно разобрать ты в ящичек ее сложишь да ну естественно зачем она будет у нас в таком виде место занимать ну ладно разбирай вот в этой части трубы сделано несколько отверстий это для чего регулировать высоту то есть вот это можно начинать вот с этого скажем вот с этого высота у него будет вот такая как раз удобно ну да нажима так высоко не сможешь нажать потом в зависимости от глубины понятно 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 все я поняла для чего да все правильно чем глубже ямка тем выше поднимается эта труба и естественно тогда сила упора становится больше так чайничек закипает сейчас буду шпулечки заваривать так распаковка следующий цепная пила лишь за сколько ты ее купил расскажи как так получилось в общем была она у меня в корзине долгое время я тот товар который меня интересует отбрасываю и периодически просматриваются на зон так бывает часто в какой-то момент в какой-то момент цена опускается чуть ли не в два раза ну вот при ее цене там что-то около шести тысяч я купил грубо говоря там тысяч на две с половиной меньше ну мы можем посмотреть в отзывах так что вот друзья есть такая фишка что вот покупали специально электрическую не бензо ну она полегче электричество у нас есть с обслуживанием поменьше немножко с ней проблем запускать тоже поменьше ну и резать нам пилить не в промышленных масштабах а во время стройки там чего-то и прочее это не так много пила мощная относительно это шина на которой одевается цепь да я поняла а цепь вот она сейчас я буду собирать все это дело ну просто вот эта вот емкость заливается масло цепное ты уже где-то там нашел по дешевке да 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 все у меня уже лежит это дело в корзине в вазоне да 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 надо будет сейчас ее проверить потом да ну да так а как без масла масло залить же надо масло нужно Леночка когда ты пилишь чтобы цепь смазывалась а ну просто включить мы сможем конечно двигатель проверить конечно а масло это когда ты пилишь чтоб не на сухую умничка ты моя уже потихонечку подготовился подготовился готовлюсь боже сколько еще нужно сделать ну как же это хочется сделать чтобы была зона отдыха Алешек ну ты вот пилы покупаешь а я шью покрывало для нашей будущей терраски ой не скоро это еще будет уже заказала я друзья тоже на озоне они почему-то долго идут будут долго идти ножницы самозатачивающиеся тоже нашла 385 рублей йокке что ли фирма как то так называется вот у меня были ножницы вы их видели в кадре они есть покупала в икея но им уже сто лет в обед вот хочется чтобы резали получше вот бейку я вам показывала уже знаю как это будет сшиваться наконец-то до меня дошло посмотрела нескольких блогеров ну как они сшивают но вот нашла свой метод соединение блоков потом конечно же вам покажу вот так вот рождаются идеи смотришь на кого-то и мысли свои появляются в голове что-то усовершенствую что-то ничего не меняешь очень сейчас удобно много информации конечно много и мусора извините меня на ютубе иногда смотрю вещи но люди там переделывают типа вот из этого я сделала и получается из мусора сделала очередной мусор на выброс но зато ролик есть на ютубе такие тоже бывают у меня эти ролики только веселят я ничего не хочу сказать плохого но к сожалению люди работают ради ролика и всем это советуют ну как велосипедная смотри да так что-то мне тут не нравится кое-что непонятное ну ладно ты собирай а я пойду оденусь не буду я вас томить сейчас вместе со спицами одену этот варятничок и покажу вам как это смотрится вместе с этой моей шубкой друзья решила показать вам не дожидаясь когда я закрою все это это потом покажу вам на ну уже не на себе просто хотелось чтобы вы увидели как этот воротничок лежит вот если не закрыть петли сейчас вы мне скажете да закрой петли иглу нет друзья все равно не будет вот такого эффекта чтобы хорошо лежал ну воротник да вот в таком виде есть еще идея добавить увеличить вдвое петли и потом их закрыть но не знаю мне кажется просто вот сюда продеть связанную связанный шнурочек в открытые петли и все мы же шапку закрываем в открытых петлях почему здесь нельзя так же сделать тем более я хочу чтобы ну это и было как шапочка ой жарко мне очень-очень жарко здесь махеровая ниточка кстати от ализе роял она чуть-чуть покалывает вот приятная околкость на морозе может быть она даже и ну в тему так скажем да вот вот такой комплектик вырисовывается очень теплый воротник прям я довольна ну и сейчас вот одену с дубленочкой покажу как это смотрится вместе с шубкой друзья вы слышите это урчание двойное да в два голоса мурчат моня ты мне изменил да ты посмотри как тебе нравится чесаться и кузьма и монька наши коты очень любят вот эту чесалку просто ее обошли он такие рожицы корчит да монька ой 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 балдеж какой да ой балдеж какой сейчас кузьма придет это там как что-то зашуршало он всю мышку караулит да нет это не мышка это пусть я пошла там искать что-то свое монька ну зато сейчас все тебе все тебе не надо начал я кузьму чесать этот пришел вот так привалился ну да он показывает что я тоже люблю чесаться и на пару ой красота какая а обалдеть за окном там птички еще летают он смотрит ага нам кстати дали воду наконец-то как же начинаешь ценить друзья вот эти блага которыми пользуешься и не замечаешь как же плохо без воды и не туда и не сюда что-то в последнее время какие рожицы горчит часто стали отключать воду но мы с лёшиком уже набрали бак 6 ведер да пополнили бак запасы без бака теперь никуда ой красота какая так что вот когда нету воды сразу начинаешь ценить ощущать и думать как это хорошо когда она есть ну что друзья это опять я и я к вам со своей новой работы видите на мне новая шапочка связанная резинкой два на два и это не просто шапочка это шапка трансформер как вы уже догадались вот так вот она сидит на мне безо всяких убавок просто затягивается шнурком сверху я вам все конечно покажу и конечно же эта шапка трансформер превращается в снуд воротник вот она вторая шапочка чтобы вы понимали теперь у меня шапка и шапка трансформер или шапка снуд посмотрите какая прелесть прелестная и это может связать любая начинающая вязальщица так скажем набить руки так что начинающие вязальщицы это конечно же вариант для вас тем более вы можете эту шапку носить еще и как снуд воротник я сейчас ее взвешу и конечно же сниму с головы и покажу вам и расскажу как и что я делала и я думаю что у вас тоже все получится ну посмотрите напишите пожалуйста комментарии я даже сейчас не знаю какая мне шапка нравится больше то ли вот эта вот шапочка связанная аранами то ли вот эта вот шапочка связанная резиночкой два на два причем так просто все мои хорошие сейчас покажу как я это все делала итак друзья выбрала я вот такой фоном коврик из трикотажной пряжи который вам всем понравился и покажу вам вот шапочка с аранами она весит 100 грамм эта шапка шапка трансформер сейчас взвесила весит 110 грамм здесь та же самая пряжа у меня не осталось ни кусочка то есть здесь два сложения пряжи от янард силки вул и пряжа опал такого же цвета и еще здесь мохер добавлен в этой шапочке я побоялась добавлять мохер хотя можно было и сюда его добавить уже жалею об этом не колется мне вообще не колется ну да ладно уже переделывать конечно не буду хотя мохер у меня есть но перевязывать я не буду значит смотрите вот так выглядит макушечка конечно здесь ну так скажем дырочка немножко побольше чем допустим вот в этой шапке потому что здесь связано косичка крючком крючком такая вот ну не знаю как шнурочек что ли вот можно конечно можно было бы затянуть немножко по больше хотя в принципе с той стороны можно заколоть какой-нибудь булавочкой и вообще дырки тогда не будет вот значит это обычная труба я сейчас вам покажу резинка 2 на 2 до резинка 2 на 2 до резиночку здесь я вязала спицами 4 с половиной здесь резинка 3 с половиной вязать ну потому что здесь добавлено махеровая пряжа вот смотрите как это выглядит сейчас я вам покажу вот здесь мы просто развязываем этот узелок или бантик и вот так вот все это дело видите здесь связан обычно 100 воздушные петли крючком по моему два или два с половиной я вязала они потом вот здесь соединены между собой кончики и вот смотрите как здесь открытые петли все вот так вот открывается и все и вуаля у вас получается снуд воротник и одним движением который превращается в шапку естественно вот это не снуда то есть которая та часть которая ложится на плечике к вам ну а эта часть вот горло до подворачиваем получаем вот такой снуд воротник здесь открытые петли вы видите но достаточно прилично все это дело выглядит я бы сказала аккуратно вот так вот безо всяких заморочек закрытием петель ну вообще просто я связала этот шнурочек воздушными петельками и все потом вставила его иглу для сшивания той которой кстати мы сшивали коврик этот и продела естественно связав нужной длины чтобы он был ну вот раскрывались петельки потому что это же должно лежать у вас на плечах еще что здесь вы видите что здесь вязан этот снуд вернее его окончание я где-то вот сантиметров пять перешла на спицы размером больше то есть весь нут вязался спицами четыре с половиной кстати джинджер а вот где-то сантиметров пять может быть 7 ну вот такое где-то расстояние здесь даже вот видно это я вязала на 5 пятерки да на пятерки можно было бы даже взять спицы пять с половиной вот и все друзья никаких убавок никаких прибавок шапка по моему выглядит очень даже неплохо конечно есть мастер-классы как красиво это шапки лопатки по моему называются да я не знаю в моде они сейчас или нет но тогда это будет у вас только шапка а так это у вас шапка трансформер снуд воротник который одним движением вот так вот нашли где туда в принципе можно в любом месте вот потянуть вот так вот завязать здесь на бантик и это все будет у вас внутри шапки вот такая вот история с очередным моим трансформером теперь у меня есть полный комплект ну вот мои хорошие на этой ноте я сегодня буду заканчивать видео я надеюсь вам понравилась моя идея очень жду ваши комментарии как вам такой вариант комплекта трансформера но я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока